Будьте добры. Добрый день, Рыболтовский Евгений. Я представляю ведущих специалистов Зоологического института Академии наук Герпатологического общества Никольского и являюсь членом руководящего совета Всемирной ассоциации спасения амфибий. Я хочу сказать по поводу уточненного нового списка животных. Хочется заметить, что в последние 50-70 лет в мире идет очень мощная, интересная тенденция новых пород, порода образования. Это экзотические животные. Невероятный интерес к экзотике во всем мире привел к тому, что занятие животными во всех цивилизованных странах считается хорошим, полезным занятием. Чехия, Германия и прочее, прочее, прочее. Новый список, который мы увидели сейчас, начал включать ряд видов, которые мы не очень понимаем. Я повторяю, я говорю от научного сообщества. Мы можем понимать вещи, когда животные опасны. Мы за закон. Многие страны регламентируют содержание экзотических животных, особенно опасных. Необходимо, как на оружие, получать разрешение. И это правильно. Опасные животные должны содержаться только по прохождению курсов и с разрешением, и с контролем за их содержанием. Но, к сожалению, многие списки, которые подавались в Минприроды специалистами и зоопарками, и были учтены в первом списке запрещенных животных, мы это видели и сказали, да, действительно, опасные животные учтены, все, что необходимо, туда включено. Сейчас последний список, мы посмотрели, мы не понимаем, чем руководствовалась Минприродой. Во многом там необоснованные какие-то вещи. Мы видим соколов, мы видим ястребов. Ребята, вы убьете сокольников. Сокольничьих у нас и так в стране нету, вы убьете службу аэропортов. Мы видим массу видов, мы видим крокодилы, удавы. Ребята, регламентация, и все нормально. Мы сейчас в новом списке увидели лягушек. Я нашел сайт с этим списком лягушек. Это популярный сайт, называется он «Самые ядовитые лягушки». И вот так вот перечень, простите, я мировой специалист в области амфибий. Значит, первая лягушка, которая там есть, самая ядовитая лягушка в мире. Она у меня в кармане. Эта лягушка убивает 20 человек. До нее достаточно дотронуться, погибает 20 человек. Это листолаз ужасный. Я его беру в руки. Так вот, то, что, засекайте 30 секунд, то, что Минприрода сейчас включает, не является, безусловно, опасным. Не надо ориентироваться на популярные сайты. Поверьте, специалисты вам дают списки. Верьте специалистам, они знают, что говорят. Привлекайте их. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Интересно, если верить специалистам Минприроды, через сколько начинает действовать... Я шучу. На всякий случай... На всякий случай... На всякий случай не отпускайте ее все равно. Пусть она будет у вас. Спасибо.